Всем огромнейший привет! Сегодня я записываю видео, которое касается моего вышивально-рукодельного дневника. Я начну с процессов, которые сейчас у меня идут, и закончу его готовыми работами. Где готовыми работами, где готовыми, но не оформленными работами. Но крестики, которые уже завершены. Я, конечно же, не буду показывать те работы, которые уже показывала на YouTube. Маяк я не буду показывать, он у меня отшивался 2 месяца. Я-то думала, что у меня займет 2 недели его отшить. Но как бы, где я на него села, там я с него и слезла. Неважно. Важно то, что дальше жизнь продолжается, вышивка идет. И, естественно, процессы движутся. Я вот хочу показать вот этот процесс по набору от РТО «Гость на балконе», который выполняется на Белфасте. Я его в этот раз взяла с собой с дачи. Конечно, мои перемещения не способствуют продвижению одного процесса очень сильно. Ну, какие-то, естественно, заканчиваются. Особенно мелочи это, да. Но вот этот я даже взяла с собой, потому что я подумала, что вдруг мне здесь как-то не захочется ничего начинать новенького. Я так подумала, повспоминала, что у меня здесь процессов начатых совсем, ну, как бы, вот совсем-совсем. И я решила, что я возьму с собой этого голубя, так как у меня потихоньку он отшивается на вот этой винтажной конве. По-моему, очень симпатично получается. У меня были только перекладины, и в этот раз я уже закончила вот здесь вот кустик. И вот эту корзиночку с цветами практически перехожу и завершаю голубя. Конечно, здесь нет еще бэка, здесь будет бэк. Ну, немного, но бэк все-таки будет. Сама вышивка смотрится ярче, она более насыщенная, она красивая. Ну, мне очень нравится, хотя она не из простых, если честно. Потому что вот эти цветы, например, вот с этой стороны, они выполняются полукрестом в четыре сложения нити. Но, как бы, пока я не додумала взять иголочку потолще, нить у меня перетиралась и рвалась. И чтобы уложить вот эти полукресты, это, конечно, требуется определенная усидчивость. Но все равно результат очень и очень меня радует. Мне очень нравится, что получается. Вот, посмотрите, с титульным листочком все-таки оттенки. Я стараюсь показать, чтобы не отсвечивала, но как уж получается, простите меня, пожалуйста. Работаем в условиях, которые предоставляет жизнь. В идеальных условиях работать не приходится. Но вот вы видите, что вышивка насыщеннее. Вот так, наверное, видно. Она все-таки намного насыщеннее. Красивая. Красивая. Мне очень нравится. Это вот один процесс, над которым я сейчас работаю. И еще один здесь, в Москве. Я тут перебирала свои запасы. Крутила, держала в руках вышивки, которые у меня начаты и отложены на какое-то время. И вдруг мне захотелось продолжить вот эту вышивку. Это очень и очень давнее начало. Я не знаю, сколько лет. Может быть, 10 лет назад я ее начинала. Я оставлю ссылочку на видео, где я показываю, в каком состоянии у меня эта вышивка была. Там можно будет посмотреть, потому что здесь уже добавлены крестики. Это вышивка по мотивам Альфонса Мухи Блондинка. И вышивается она мелким-мелким петитом. То есть здесь вся вышивка мелким крестом через одно переплетение нити. У меня не было отшито некоторые крестики на лице. Но я когда ее взяла, я стала вот здесь вот почему-то фон дошивать. Кинулась вот здесь вот вышивать фон. Потом я подумала, что же я делаю. Надо вообще закончить лицо и посмотреть, буду ли я вообще дошивать эту работу. Понравится ли мне. И я вот здесь вот завершила все крестики на лице. Здесь достаточная мешанина. И она меня не разочаровала. Это девушка. Я решила, что буду ее заканчивать. Достаточно сложно, конечно, брать процесс, который уже долго пролежал. По нескольким причинам. Сейчас я покажу ниточки. Вот из этого процесса. Это Риолис. Сотвори сама. И вот, например, третьего номера у меня осталось здесь совершенно сколько раз, два, две ниточки. Третий номер. А зашивать им еще очень-очень много. Возможно, где-то пасмочка у меня уже затерялась из-за долгого хранения. Но у меня, конечно, есть выход из этой ситуации. Так как в свое время я покупала два набора. Вот он, второй набор. Это набор брюнетка. Тоже Альфонса Мухи. И он должен идти у меня в такой тандем к тому набору. Что интересно, что в эти наборы вкладывалась вот эта картонная паспарту. В принципе, у меня эти картонные паспарту сохранились. Я их вынула, где-то там аккуратненько положила под тяжелыми книжками, чтобы, не дай бог, ничего не порвалось, не помялось. Я не знаю, в итоге понадобятся ли мне при оформлении этих вышивок. Но вдруг понадобятся. Опять же, такой титульный листочек к тому набору у меня не сохранился. Не могу вам показать блондинку вот в таком виде. Но, слава богу, что здесь у меня еще совершенно новый набор. И я посмотрела, здесь есть вот эта ниточка. В данном случае это двоечка. И, в принципе, я возьму ее для того, чтобы закончить блондинку. А если я захочу после этого вышивать брюнетку, я думаю, что просто подберу из тех ниточек, что есть. Это ниточки, конечно, не ДМС. Мне кажется, что это Мэй Флауэр. Вот эти нитки, которыми Риолис упаковывал, наполнял свои наборы вот некоторое время назад. Такие хбшные. Что сказать, может быть, это все зависит от того, что нитки уже некоторое время пролежали. Но они очень капризные. Они очень капризные. Они вяжутся просто в невыносимые узлы, которые, ну, в общем, развязывать очень-очень сложно. Приходилось мне даже несколько раз просто-напросто обрезать нить, потому что я не могла развязать узел. Ну, вот, все равно приходится работать с ними. Я все-таки решила ее доделать. И, несмотря на то, что здесь такой мелкий петит, хотя, вы знаете, до смешного доходит. Крестики иногда кладешь, кладешь, потом думаю, дай-ка я через лупу посмотрю, что у меня получилось. Смотрю через лупу и вдруг нахожу. Ага, вот здесь дырка, здесь крестика нет. А здесь положен только нижний полукрест, а верхнего еще нет. То есть без лупы я этого абсолютно не вижу. Хорошо, что лупа меня в этой ситуации выручает. Но картинка симпатичная. Это, конечно, не ланарты. У ланарты есть эти же сюжеты. Они пошикарнее, чем вот от Риолис. Ну, что есть, то есть. И здесь работаем над тем. Работаем и над этим. Это, пожалуй, все. Сейчас посмотрю. Да, пожалуй, все о моих процессах. Сейчас перейду и покажу вам те работы, которые я закончила. Я показывала вот эту снегурку в предыдущем дневнике. Она была не закончена, а в этом я показываю уже законченную игрушку. Я воспользовалась ниточкой Мадейра. Достаточно толстой, вот этой металлизированной, для того, чтобы вышить снежинки. И французские узелочки. Получилось очень неплохо. Она сочетается хорошо вот с цветом волос снегурочки. И такая небольшая игрушечка. Ну, наверное, сантиметров 10 максимум в длину у меня вышла. Я могу смело ее положить в коробочку к остальным новогодним игрушкам. И, соответственно, она пойдет на украшение моей елочки. Кстати, я видела еще несколько наборов от Панна. Снеговичок. По-моему, даже еще что-то. Тоже какой-то Дед Мороз. В интернете я видела эти схемы. Вот, я думаю, может быть, даже еще какую-то игрушечку отошью в этом же стиле. Мне понравилось. Работы не очень много. Скучновато, конечно, вот это все. Вот такие огромные пространства зашивать одним цветом. Но, в принципе, результат симпатичный. Результат хороший. Мне понравилось. Что еще касается моей подготовки к Новому году. Я увидела вот этих вот Дедов Морозов. По-моему, первый раз у Светочки Олевшуновой она показывала подстаканники. Да, точно подстаканники. И вдруг я наталкиваюсь где-то в интернете на схемки вот этих Дедов. И там предлагают вышить фартушки на бутылки. Поэтому вот у меня вот так они расположены. То есть я, наверное, все-таки буду делать фартуки на бутылки в итоге. Но вот эти Морозы вышивались очень и очень быстро. Меня, правда, несколько смущает сочетание. Вот такое сочетание цветов. Очень ярко-красного и прям какого-то темно-коричневого. Но это только при близком рассмотрении. Когда смотришь на вышивку издалека, то, в принципе, ничего не смущает. Вот такой резкий переход. Может быть, даже как-то о нем и не думаешь. Но Деды веселые. Мне не очень приглянулись. И я все-таки попробовала. На них я потратила 4 вечера. Вот их 4. И, в принципе, они вышиваются один за вечер. Возможно, вы их тоже уже видели. Мне нравится, что они с такими добрыми лицами. Такие скоростные проекты и симпатичные деды. Здесь у меня крестики закончены. Осталось только сделать выкройку и посмотреть, как можно фартушек окаймить. Возможно, для этого я возьму косую бейку, красную косую бейку в горошек. Если вы помните, я уже ее использовала в других проектах. Следующая работа, которая у меня завершилась, но еще не оформилась. Это вот эта работа. Такой арбузный корабль от Cricket Collection. Эту работу первый раз я увидела на канале у еще одной Светы, по-моему, Светлана Горелкина. Но, опять же, ссылочку оставлю. Вы можете сами посмотреть. Очень интересная вышивальщица с большим стажем. Она навышивала уже столько, что смотреть не пересмотреть. Так что, я думаю, вам понравится. Но меня, конечно, привлекли в первую очередь ее пинкипы. Видео с пинкипами. И вот там я первый раз увидела этот корабль-арбуз. Ну, у меня произошло то, что можно назвать сдвиг по фазе. То есть, мне, во-первых, арбузная тема. Это то, что, так сказать, я сейчас активно продумываю. Ну, и во-вторых, конечно, вот этот необычный сюжет на равномерке. Да еще он не очень красиво оформлен в пинкип на клетчатой ткани. Мне очень понравилось. Просто очень понравилось. С этим сюжетом у меня случился небольшой казус. Я сейчас поднесу поближе к камере, чтобы показать те подсумухи, цветочки, которые вот сверху. И видно, что у них серединка выполняется серым цветом. Также серым цветом отшивается бэк на вот этих нижних цветах клубники. Когда я по ключу взяла ниточку и стала вышивать, она была совершенно не серого цвета. Она была светло-светло-зеленая. Ну, я как-то напряглась. Я подумала, почему она светло-зеленая. Вроде как бы здесь должно быть что-то поярче. Но так как описание вот самих цветов какое-то очень странное. Да, они писали, например, про цвет, что он голубой. А мне кажется, он совсем не голубой, а серый. И я подумала, может быть, я что-то не так вижу или чего-то не понимаю. И отшила его полностью. В итоге, когда я закончила работать с этим цветом, я все-таки, ну, меня эта мысль свербила. Я все-таки полезла в карту цветов ДМС. Нашла этот номер и увидела, что у меня маркировка вот этой бобинки перепутана с другим совершенным номером. Я не знаю, как это могло произойти. Возможно, когда я перематывала моточки, то я приклеила не те номерочки к ним. Но вот это мне сейчас аукнулось. Вот та моя невнимательная ошибка аукнулась мне теперь. Мне пришлось распороть весь цвет светлый-зеленый и все перешить серым цветом. Ну, супер! Я думаю, что это у меня пойдет, скорее всего, вышивка на вот тот рукодельный органайзер, который я задумала в арбузном стиле. Но, поскольку я еще над ним работаю, показать вам окончательный результат смогу попозже. Если вы дождетесь. После того, как я закончила эту вышивку от Крикет Коллекшн, я продолжила с этой фирмой. И следующая вышивка у меня в таком стиле на ярко-желтой основе. Это, по-моему, Линда. Я специально брала небольшие кусочки разноцветных основ. Вот как раз под такие вышивки. И это такой морковка-зонтик. Мне очень нравится, конечно, что это морковка. Это каким-то образом нас относит к временам Пасхи. Но при этом морковка в виде зонтика это очень и очень необычно. Здесь нет бэка еще пока. То есть здесь остался только небольшой бэк по самой морковке. Но только лишь потому, что у меня здесь нет этой ниточки. Я решила, что я не буду дополнительно покупать. Я все-таки, когда поеду на дачу, я там небольшой бэк и завершу. На ручке зонтика здесь сидит зайка, такой беленький кролик симпатичный. И еще одна деталь. Вот здесь на ремне зонтика нужно сделать либо небольшой крестик темного цвета, либо пришить пуговку. Они предлагают пришить маленькую белую пуговку. Я думаю, что пуговку я тоже подберу из того, что у меня есть. Вот еще один крикет коллекшн у меня выполнен. Там очень много дизайнов, которые мне нравятся. Я буду продолжать работать с этой фирмой. Это даже к гадалке не ходи. И еще один проект у меня тоже выполнен на данный момент. Но как бы выполнены только крестики. Хочу показать вам вот этот журнал. Наверняка вы его видели на канале у Виктории. Виктории Бонд. А мне он достался в подарок. Она его листала. Я дам опять ссылочку. Если вам интересно, вы сможете пройти, конечно же, и посмотреть. Но моему счастью не было предела, когда она приехала ко мне на наши дачные посиделки и привезла с собой вот такой чудесный подарок. Я думаю, что когда она листала, она показывала, что в этот журнал входит бесплатно небольшой такой наборчик для отшива чехла для телефона. Вот здесь дается схемка. Также были и ниточки, также была канва белого цвета, 14 каунта, и были два кусочка фетра зеленого, для того, чтобы можно было сделать вот такой чехол. Я решила, ну, вообще это неприлично. Получить подарок и не вышить чехол. Я его, конечно, вышила. Я заменила основу. Я взяла голубого цвета. Мне кажется, это Линда. По-моему, 503-я. Ну, могу ошибаться, но, в принципе, очень-очень светло-голубого цвета. И вот таким образом у меня отшились эти слова. Комплементарные слова. Человеку, который будет держать свой телефон вот в таком чехле. Здесь написано, что этот человек и умный, и красивый, и остроумный, и замечательный, и теплый, добрый, смешной, клёвый, спокойный, ну, просто обалденный. В общем, если вы хотите вспомнить, кто вы есть, обязательно посмотрите на этот чехол. Чехол я еще не пошила. По тем причинам, что машинка у меня, конечно, на даче. Я, когда туда поеду, я займусь какими-то швейными делами. Но вот такой вот сюжет, такой дизайн у меня тоже вышелся. Я, честно говоря, очень довольна. Что я хочу показать и рассказать про нитки. Ниточки я повесила на самодельный органайзер. Такая небольшая, такая небольшая рукоделка у меня еще в этом месяце случилась. У меня была деревянная заготовка. Я даже подозреваю, что это была деревянная заготовка под снежинку. Ну, снежинка снежинкой, но нам же нужны и органайзеры, тем более под такие небольшие проекты. Я просто покрасила его коричневой краской, вплела вот этот шнурочек в серединку и наклеила, даже не наклеила, а предел, наклеила магнит и на магнит уже посадила вот этого кота Басика. Я его просто обожаю. Сейчас присматриваю сюжеты, какие вышить к этому коту. С другой стороны тоже этот же кот, но это у меня как игольница на ткани. Я ее использовала. Но она здесь тоже держится замечательно, чтобы не потерять. И вот на такой органайзер я навесила вот эти небольшие ниточки. Они действительно по нарезке очень и очень короткие. Сантиметров, наверное, 30 максимум. Я даже думаю, что где-то, может быть, и покороче. Они очень мягкие. У меня такое ощущение, что они мягче, чем вот ниточки... Вообще, по идее, это ниточки ДМС, как написано в журнале. Но вот у меня такое ощущение, что они мягче тех ниточек ДМС, которые у меня есть в запасах. Но это вот только по ощущениям. Расцветки здесь, ну, просто красивые, сумасшедшие. И мне очень понравилось, как вышивка смотрится именно на равномерке. И на вот этой бледно-голубой основе... Мне кажется, вышивка только выиграла от этого, как вы считаете. Это, пожалуй, все. На сегодняшний день. Чем я хотела с вами поделиться. Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Всем желаю прекрасного вышивально-рукодельного настроения. И до новых встреч. Пока!